Дружба народов Дружба народов посетил министр иностранных дел и международной кооперации Республики Сьерра-Леоне. Подробности расскажет Ильяс Хасьянов. Я изучал экономику по учебникам и другим текстам. Затем я понял, как применять эти знания в жизни. Но больше внимания уделяется политическим наукам. Они включают в себя структуру правительства, экономику правительства, общественное управление. Это все современные направления в образовании. Расширять сотрудничество планируется через кластерный вход, заключение соглашений с ведущими университетами континента и открытие центров русского языка и довозовской подготовки РУДН в крупных городах. Было принято решение увеличить количество студентов в следующих специальностях – медики, агротехники, инженеры и гуманитарии. По последним данным, в Африке не хватает профессионалов в этих областях. Курсы по наиболее востребованным специальностям читаются на английском языке. Я считаю это поразительно. РУДН обучается тысячи студентов. Я общался с проректором Ларисой Ефремовой, она вся погружена в работу. Тысячи студентов, различные национальности. Все эти факторы являются определенным вызовом. Для нас большую роль играет то, что университет носит имя Патриса Ламокбы. Это здание непосредственно с ним связано. Многие африканские страны, включая и мою страну, Сьера Леоне, знают о РУДН. Более того, наверняка моя сестра здесь училась. У меня нет точных сведений, но она получила образование в России. Надеюсь, что в РУДН. У меня остались невероятные впечатления, и ваш университет наделен впечатляющей историей. Также министр отметил, что РУДН на протяжении многих лет оказывал в помощь в подготовке национальных кадров. С 1960 года высшее образование получили 143 специалиста. Со своей стороны Самура Комара пообещал проконтролировать процесс подписания необходимых соглашений с ведущими университетами своей страны. А также вместе с министром образования и министром сельского хозяйства отобрать лучших кандидатов для получения высшего образования в РУДН. Сергей Мартыненко, Ильяс Хасьянов, телевизион РУДН, новости. Заседание национального ректората Университета Шанхайской Организации Сотрудничества прошло в Российском университете Дружбы Народов. Чему была посвящена встреча у нас в сюжете. В РУДН прошло заседание национального ректората Университета Шанхайской Организации Сотрудничества. На повестке дня вопрос о приеме иностранных студентов в российские вузы по основным направлениям подготовки в рамках сетевого взаимодействия. Такие форматы сотрудничества от Университета Шосса сейчас развиваются повсеместно. Мы видим, что Министерство образования и науки сейчас начинает уделять повышенное внимание сетевым форматам взаимодействия. В этом смысле Университет Шосса, наверное, опередил немножко время в момент своего создания. И большое количество университетов из разных стран мира, которые участвуют в его деятельности, является лишним подтверждением этого тезиса. Ушосс – это 78 ведущих университетов из пяти государств-участников Шанхайской Организации Сотрудничества. Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Не так давно в Шосс вошли такие страны, как Индия и Пакистан, в связи с чем планируется географическое расширение состава участников на уровне академического сотрудничества. То, что мы взаимодействуем с нашими партнерами, конечно, идет на пользу и нашим партнерам, и нам в том числе. И мы обновляем наши программы, мы делаем их более интересными. Мы, собственно говоря, работаем, по крайней мере, в Ушосс, над созданием совместных программ. И эти совместные программы, да, меняют нас. В работе ректората Ушосс приняли участие представители российских вузов, Миноборнауки Российской Федерации, Россотрудничество и почетные гости. Ректор Кыргызского национального университета имени Балсагена Канад Садыков и министр-советник по делам образования посольства Китайской Народной Республики Юй Цзихай. Рудэн хорошо воспитывал китайские молодежи. И у нас много ребят здесь учатся, да, они любят Рудэн. И действительно, Рудэн дал им высокое качество образования. И вот отличники из наших китайских участников в России именно здесь учатся в Рудэн. Есть успешные проекты на уровне базовых университетов по различным направлениям, которые обнадеживают нас, что у нас имеются более глубокие перспективы. И мы можем смело говорить о том, что уже пора задумываться о бакалаврских дисциплинах. Почему? Потому что, ну, это база, мы должны выбирать лучших и готовить лучших на дальнейшую перспективу. Университет ШОС планирует расширять количество программ. Сейчас обучение проводится по семи основным направлениям. Регионоведение, IT-технологии, нанотехнологии, энергетика, экология, экономика и педагогика. У нас есть определенные наработки научных совместных исследований или с центром. Так, например, с Долянским университетом иностранных языков наш университет имеет договор о том, что у нас есть центр исследований в рамках и шелкового пути, в рамках двустороннего формата, именно вот по направлению регионоведения. Но другие университеты, они, видим, что берут за основы и технические профили. На ректорате подписано соглашение между Руден и Кыргызским национальным университетом имени Баласагына о сотрудничестве по направлениям экономика, педагогика и регионоведения. В этом году 20 российских вузов ожидают порядка 350 иностранных граждан для обучения по программам стажировок, магистратуры и аспирантуры в рамках университета ШОС. Телевидение Руден. Новости. В Руден прошла 8-я международная конференция по дифференциальным и функционально-дифференциальным уравнениям. Подробности далее. 8-я международная конференция по дифференциальным и функционально-дифференциальным уравнениям ДФДИ-2017 объединила в стенах Руден более 250 математиков из 24 стран мира. Это члены Российской академии и наукой академии других стран, абелевские лауреаты и обладатели филсовской медали, иностранные ученые мирового уровня. Целью любой научной конференции является не только подведение итогов, но главным образом определение перспектив развития различных научных направлений, в том числе и в математике. Начиная с первой конференции, наши конференции носили междисциплинарный характер, приложение дифференциальных и функционально-дифференциальных уравнений к физике, биологии, медицине, экономике, к теории управления, к другим инженерным наукам. Все мы восхищаемся высочайшим уровнем профессионализма Российской математической школы. Лично я восхищаюсь русскими математиками еще с молодости, а моей первой книгой по математике стала книга Владимира Арнольда. Это вообще первое, с чего я, собственно, и начал заниматься математикой. Уровень, конечно, очень высокий, и меня поражает такое большое внимание и высокий потенциал тех ученых, которые приезжают сюда. Она определяет не только перспективы развития математики как таковой, но также связь математики с другими дисциплинами дифференциальных уравнений. Внутри математики эта связь дифференциальных уравнений с функциональным анализом, алгеброй, геометрией, другими математическими дисциплинами. В качестве приложений, как я уже говорил, это приложения очень важные к математической медицине, к биологии, к различным областям технологии, экономике и так далее. На основных секциях конференции ученые говорили об обыкновенных дифференциальных уравнениях, динамических системах, уравнениях в частных производных, полугруппах операторов, нелокальных пространственно-временных системах, функционально-дифференциальных уравнениях и приложениях. Также в фокусе внимания обсуждение задач и результатов из сферы промышленной математики, значение которой с каждым годом стремительно растет. Телевидение РУДН. Новости. Это все новости на сегодня. С вами была Анастасия Колесниченко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин